В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Приветствуем крымчан, настроившихся на волну Радио Крым Реалии в эфире. Наша радиостанция с самыми свежими новостями и последними событиями. У микрофона работает Татьяна Курманова. И я напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM в Крыму. Кроме того, вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц. И замечу, что с 29 октября в связи с переходом Киева на зимнее время утренний эфир будет выходить в 8.35, дневной в 13.10, вечерний в 19.30. Не пропустите. Сегодня будем говорить о скандале в Киеве с 30-й сессии Украино-Российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Комиссия начала работу 23 октября. Председатель Меджилиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров на заседании. Заявил о недопустимости подобных переговоров. Потребовал ТСБУ незамедлительно выдворить из Украины главу российской делегации, руководителя ТРУ Росрыболовства Игоря Рулева. И, по мнению Чубарова, таким образом происходит гибридное размывание суверенитета Украины. И сегодня будем говорить о том, о чем может свидетельствовать совместное совещание украинской и российской сторон. Почему до сих пор действуют соглашения о совместной деятельности 1993 года. Как глава украинской делегации связан с бизнесом в Крыму связан ли. Реагирует ли к обмине СБУ на совещание с россиянами в Киеве. Что будет содержаться в протоколе, который стороны подпишут по результатам встречи. И если вам есть что добавить к нашему разговору, либо задать вопросы экспертам, звоните бесплатно из Крыма в наш эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в других регионах, для вас работает номер 044 490 3118. Крым в центре внимания. Итак, в Киеве началось заседание 30-й сессии Украино-Российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Комиссия начала работу, а затем появились сообщения в социальных сетях о том, что работа этой комиссии недопустима. В частности, глава МИДЖЛИСа крымско-татарского народа Рифат Чубаров приехал на заседание, заявил о недопустимости подобных переговоров. Потребовал выдворить Игоря Рулёва, это руководитель Азово-Черноморского туруправления Росрыболовства. И давайте послушаем, что заявил Чубаров на этом заседании. Я вас призываю прекратить эту деятельность, сидеть преступник. Он ехал на нашу территорию, которая у первого Российской Федерации. Вы разговариваете с преступниками. Мы еще знаем троих здесь, мы сейчас буквально скоро буду сведения о троих, которые также посвящают Украину. Минимум. Вы что делаете? Я не могу пять лет посетить Крым. Десятки тысяч людей, которые покинули Крым, они убивают, похищают наших людей. У нас 113 детей, мы вчера проводили в плагодильный концерт, вчера вечер, собирали кровь, чтобы помочь этим детям. У нас более 70 человек сидят в тюрьмах, брошенных Российской Федерацией. Вы предположаете дипломата Российского посольства, вы сидите с преступником. Неужели вы думаете, что украинство, что вам это простит? Я вас призываю, я не могу вам зацветить, я вас призываю немедленно прекратить это сборище с преступниками. Это не заседание комиссии, это сборище. Преступник напротив вас. На заседание приехал народный депутат Сергей Высоцкий, который сообщил, что Рулев незаконно въезжал на территорию Крыма и пребывал туда, в аэропорт Симферополь, из России. И поэтому СБУ должны каким-то образом отреагировать на его приезд. Мы поговорим с Сергеем Высоцким чуть позже в нашем эфире. До этого мы связались с заместителем постоянного представителя президента Украины в Крыму, Айзетом Гдановым, который также был на заседании, и спросили его, каким образом работа с российской стороной коррелирует с заявлениями об усилении военного присутствия и мер безопасности, которые предлагает Украина в Азовском море. Председательство президента неодноразово попередало все государственные структуры о недоценности, каких-то договоренностей с оккупантами, потому что оккупанты никаких договоренностей не дотримаются. Это первое. По-другому, у нас системное порушение в Азовском море. Это схопление частины акватории уже официально за решением уряда в Российской Федерации. Частина Тажанровского залива, а именно 22 квадратных километра с охопленными оккупантами, это порушает угоду с 3-го года. По-другому, у нас системное выкрадение наших рыбалок в акватории Азовского моря и Севашу. У нас есть вернение родин и рыбалок, которые поддерживают так называемыми ФСБ-прикордонниками на территории как Российской Федерации, так и на территории тем, что оккупанного Крыма. Также есть вопросы о том, что дать квот страны-агресорам нашим рыбакам, которые незаконно на данный момент работают с закрытых квартирами Крыма. Это около 130 судей с тем, что оккупанных территорий, которые действуют промышленно за квотами России. Это незаконно и это соперечит условия угодов с 1993-го года. А в связи с этими позициями, мы неодноразово на каждой нараде, что будет и с боку нашей страны, с этого привода, потому что есть государственная позиция о посылении военности на Азове. Вы знаете, что есть решение Ради национальной безопасности и обороны, введение в действии указом президента, о том, что доручение кабинетов, о том, что средней линей. В связи с этими вопросами мы видели недостаточно, но была позиция структури Центрального органа виконавшего влада Держбакенства, которая ей отвечает на данный вопрос. И была группа с украинской стороны, визначена наказом Держбакенства, где я был включен как представитель президента Украины в Азове Республике Крым. Я особо задавал эти вопросы российской делегации, которая была на территории Украины, а именно в Киеве. И было заседание, что это ответ от керевника так называемого делегации я не почув. Но в ночи у нас явилась информация о порушении чиновного законодательства Украины с боку керевника так называемого делегации из-краинного агрессора. Он незаконно перетинал в 2017 году это документировано в Державном кордоне Украины через закрытие пункты пропуску, чем порушил чиновного законодательства Украины. Поэтому эти вопросы были с нашего боку подняты. И мы сделали официальные заявки до правоохранных органов, а именно это Союз безопасности Украины и национальной полиции. Мы требуем реагирования промышленно выдворить данную особу с территории Украины, притягивать его к административной ответственности. Кроме того, у заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму из Етогданова мы спросили, какова перспектива существования Украины-российского соглашения в сфере рыболовства. Никаких перспектив не может быть в связи с тем, что Россия порушает эти угоди. Я вам скажу, ни одна из ее сторон не имеет права зачинять будь-якую акваторию без угоджения. А у нас с начала агрессии это захопление акватории, это строительство Керченского моста без угоджения Украины, захопление Таганровского залива, выкрадение рыбалок. Беспедставное затримание судей, которые спрямуют до портов Беридянска и Мариуполя, выкрадение рыбалок и так далее. Это все порушения пунктов угоди 1993-го года. Как можно, о чем можно спілкуваться с данными особами, с агрессорами, которые не выполняют никаких международных угод, а не международных, а не чинного законодательства самой Российской Федерации не выполняют. Изид Гданов, заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму. Напомню, сегодня говорим о скандале с сессии Украино-Российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крымреалии. Эфир радио Крымреалии продолжается. Говорим сегодня о сессии Украино-Российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Работа началась 23 октября, затем она была заблокирована после того, как несколько активистов и народных депутатов приехали и заявили о том, что проведение этой сессии невозможно, поскольку, по мнению Рифата Чубарова, таким образом происходит гибридное размывание суверенитета Украины, а глава российской стороны в этой комиссии незаконно посещал аннексированный Крым. А с нами на связи Наталья Лютикова, активистка. Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Вы вчера также были на заседании этой комиссии. Какие основные претензии к работе этой комиссии? Почему она ранее могла проводить свою деятельность в Украине? Ну, у меня то же самое вопрос, почему она раньше могла проводить эту деятельность. Я побачила среди украинских, скажем так, чиновников, представников украинской делегации, людей, которые, ну, скажем так, можно, дали для эфира, они просто мямлили себе что-то под нос, читали заготовленные фразы, абсолютно не мали позиции, полностью были подавлены позиции у россиян, и, ну, это честно отследовалось. Кто диктует правила, ну, и, власне, это видно по вылову рыбы за последние четыре года, когда у россиян он ризко в три раза с 2014 года вывез вылов рыбу в акваторию Азовского моря. Само после того, как они туда попали на следок анекции. Они вели себя на этом заседании. То есть, абсолютно доминували, а украинская делегация себе там что-то смягнула. У некоторых активистов были вопросы и главе украинской стороны, вот, комиссии к Вадиму Литвиненко, у которого тесть Сергей Варапаев, бывший сотрудник КГБ, имеющий бизнес в Крыму и оккупированном Донецке. Например, активистка Алена Сивак писала об этом в Фейсбуке. Есть ли у вас такие данные? Ну, я тоже ориентуюсь только на эти данные, которые прилюднивала группа Майдана закордонных справ с Андреем Клименком. Я слышала, что ИЗЕД вчера тоже подтверждировал эти данные, что они действительно отвечают действенности. У меня тоже такая претензия, как вообще таки могло остаться, куди смотрятся наши службы Службы безопасности Украины, контроль и так далее, как вообще таке возможно, что человек с конфликтом интересов со своим родителем может перебывать на такой посаде. Мне, на жаль, вчера не удалось ему задать такие вопросы, потому он тоже был в признобленном состоянии в наследствии того, что сталося. Это было очевидно. Крымская активистка Наталья Лютикова на связи с нашей студией. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Примем звонок от слушателей или слушательницы. Здравствуйте. Откуда вы? Как вас зовут? Какой у вас вопрос? Вы в эфире? Здравствуйте. Это Крым. Мадруч. Да, да. Вот такой маленький хронометраж делать. Немножко обмотать события. И все в Азовском море началось с того, что захватили нашего Норда. И сказали, что наши крымские рыбаки оказываются украинцы. А тогда объяснительнее как так случилось? Когда мы стали Россией, пошел в такой сумасшедший бум. Покупали наклейки и заклеивали номера флаг России лепит. Потом эти флажки, эти наклейки на День Победы. И вы хотите сказать, что мы все равно украинцы? Спасибо. Спасибо вам за звонок. Примем еще один звонок от слушателя. Нет, звонка. С нами на связи Наталья Лютикова. Наталья, хотите прокомментировать звонок нашего слушателя? Она считает, что захват Норда обострилась ситуация в Азовском море. Я в Криму. Я, на жаль, уже не могу 5-й рік відвідувати Крим, оскільки маю претензии от ФСБ, через то, что не согласна была с тем, как происходило захопление. И я хочу сказать слушателям, которые звонили, что на самом деле все началось ревно в 2014 году, ревно в лютому 2014 году, когда Крим был захоплен Россией. И ревно с того моменту в Азовском море было витеснено Украину, украинских рибалок. И ревно с того моменту ризко, как я уже сказала, втричі збільшился вилов риби российскими рыболовными суднами. И не треба перекручувати про НОР чи ще щось. И в наследок окупації Криму зламалася схема справедливого вилову риби. И саме це є проблема. Одна из проблем, один из наследок окупації. Спасибо большое. Кримская активистка Наталья Лютикова была на связи с нашей студией. Напомню, сегодня говорим о скандале с сессией Украино-Российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая началась 23 октября, но на данный момент заблокирована. С нами на связи Андрей Кравченко, заместитель главы С нами на связи Сергей Высоцкий. Нет, пока еще не наши спикеры, а слушателя примем в нашу студию. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы в эфире? Здравствуйте, господа, я Кримчанин. У меня вот такой вопрос к вашим ура-патриотам. Они вот вчера так энергично, смело ворвались в здание, сорвались заседания комиссии. Ну почему... Алло? У меня вот такой вопрос к вашим ура-патриотам. Они вот вчера вы на связи. К сожалению, у нас технические проблемы, но я напомню, что вы можете звонить в наш эфир по телефону 8-800-10-06-926-044-490-31-18. Задавать вопросы нашим спикерам. Напомню, сегодня говорим о комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Рефат Чубаров, напомню, на заседании комиссии заявил о недопустимости подобных переговоров, а также потребовал ТСБУ незамедлительно выдворить из Украины главу российской делегации руководителя Азова-Черноморского ТЭР управления Росрыболовства Игоря Рулева. И есть звонок у нас от слушателей или слушательницы. Как вас зовут? Откуда вы? Доброго ранку. Я из Крима проживаю тут больше 45 лет. Я вам скажу, что договориться с аресом, окупантом, невозможно. Я не знаю, как их пригласили тих виноватых, которые пригласили туда в Украину. У всех. С кем договориться? С людьми, которые не поддерживают никаких отношений. Это невозможно. Я вам скажу, если где такая обстановка паскудная, вот где война, оккупация всего территории войны, никаких договоров. Все. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связь заместитель главы государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко. Здравствуйте, Андрей. Доброго ранга. Скажите, будет ли работа комиссии разблокирована на ваш взгляд и когда, если будет? Ну, в первую очередь, необходимо призначитесь стосовно, хотел бы наголосить на то, что комиссия, проведение комиссии заплановано и проводится с 23 по 25 жевтня в городе Киеве. Дата визначена и погодена дипломатичными, саме наголошу, дипломатичными каналами с российской стороной. У складе комиссии працюють фахівці обозначені з питань народного права, зокрема, Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції, прикордонної служби, також фахівці правоохоронних органів, а також рыбалки, які безпосередньо реалізують положення цієї комиссії. В первую очередь, хотелось бы наголосити на тому, що головна мета проведення комиссії це максимальний захист інтересів наших рыбалок у Азовському морі. Саме легалізація промислу, щоб наші рыбалки могли вільно, легально вийти на промисль, не боятися заготовлення ситуації зі сторони Російської Федерації в частині законів промисла в Азовському морі. У активістів є питання к Вадиму Литвиненко. Його обвиняють в связях, його тесть по словам, например, Аліна Сівак є главою компанії, яка працює в Криму, в оккупованому Донецькому, він бувший сотрудник КГБ. Можете ви відповідати на претензії активістів в цій части? Я не хотів би коментувати претензії активістів, не хотів би коментувати претензії народних спецтатів, які вчора досить активно працювали в рамках комісії. Я хотів би наголосити на тому, що всі повноваження надані Міністерством закордонних справ, комісія, зговору, в окрайній ряду вчорашнього дня, дотримувалася норм, директивка, саме технічне дозавдання по місто проведення. Чи це Вадим Олександрович Литвиненко, чи це інша особа уповноважена, є чіткі норми, чіткі директиви відтоювання національних інтересів саме в рамках роботи комісії. Я б не прив'язувався в даному питанні до персональні, але головне, щоб ми максимально захистили інтереси нашої держави саме по рибальству. Тут без політики, тут без будь-яких інших питань комісія по рибальству в Азовському морі. З урахуванням статусу Азовського моря моря довготіло. А яким образом з 2014 року дійсувало соглашення совмєстної діяльності між російською і українською стороною? Тобто, кожен рік збирається комісія і розпреділяються квоти, правильно? Тобто, до цього события комісія продовжала роботати і кожен рік розпреділяла ці квоти, правильно? Так, комісія працює на ювілею на 30 сесії комісії. Комісія працює на підставі договору 93-го року, де визначені основні положення і основні регламенти і роботи комісії, і повноваження комісії. Враховуючи статус Азовського моря відповідно до угоди 2003-го року затвердженого законом 2004-го року внутрішне море двох держав, напередодні комісії ми оперативно збираємо наради за участю фахівці різних профільних структур, які опіцюються питаннями зовнішніх взносин, в питаннях юриспруденції обговорює доцільність проведення чи розірвання договору, в чому більший інтерес нашої держави, і покрайні до цього часу рішення стосовно розірвання договору не прийнято. І комісія працює в рамках договору і в рамках наших міжнародних договорів із обв'язань, а також в рамках конвенції ООН морського права, яка закликає сторони, які спільно эксплуатують ресурс, спільний ресурс, вживати заходи стосовно координації дій по оцінку стану запасів, охорони водних біоресурс, а також регулювання промислов, зокрема, Зорослому морі. Напомніть, пожалуйста, слушателям, на какому рівні должно прийняться решення по розірвання договору о роботі цієї комісії? Це комісія міжвидовчого характеру на рівні агріотворювального господарства і профі-миниституту Російської Федерації. Ці рішення прийняться відповідно до закону України про розірвання міжнародних договорів, тобто фактично на рівні Кабінету міністрів і відомств, які задії в роботі цієї комісії. Але повинна бути часка обґрунтована позиція міністерства законодательних справ всього питання. Є ли у вас інформація о проверках по отношению к Ігорю Рульову? Напомню, його обвиняли в незаконном пересеченні української границі і прибытию в Крим з нарушенням законодательства України? З приводу глави російської делегації я тут теж не можу нічого коментувати, тому що це не функція Державного агенства рівносподарства, неповноваження Державного агенства рівносподарства. Я бачу вчора коментар речника Державної прикордонної служби з цього питання. Я думаю, що краще почути його коментар з цього питання. Комісія все-таки буде працювати? Продолжить ли роботу все-таки нам відповідати до оставшихся днів за ці два дні? Сподівається, що ми спільно з Міністерством закордонних став скоординуємо роботу, як по-дальшому діяти в частині продовження роботи комісії, підписання протоколу чи не підписання протоколу. В першу чергу з урахуванням інтересів нашої країни, інтересів наших рибалок, але повторюю, що знову-таки на Азовському морі працює близько 90 підприємств саме Херсонської, Запоріжської та Донецькій області виловлюють близько понад 37 тисяч тонн водного ресурсу, які потребовують біоресурсу, які потребовують на ринок України. І чіткові координації Міністерства закордонних справ думаю, будуть прийняти правильні рішення направлені на захист національних інтересів Азовського моря. Можемо зараз сказати, якщо протокол не буде підписан, якови дальніші дійси? Квоти не будуть определені. Що це значить? Це значить, що рибаки не змогуть виходити в морі? Передбачити всі негативні або там, можливо, позитивність, негативні наслідки не підписання угоди, не підписання протоколу і подальших можливих загострень від сторони Російської Федерації в Азовському морі. Я вважаю, що все ж таки зарано говорити про можливі наслідки, по крайній мірі, я передбачити всі не можу, коментувати дане питання не можу. Думаю, найближчим часом це питання буде вирішене і потім ми будемо знати чітку узгоджену позицію стосовно подальшого рибальства, зокрема, на 19-й рік в Азовському морі. А коли ця інформація може з'явитися? Щоб розуміти, що зараз, допустим, комісія роботи її заблокувана, ми не можемо говорити о послідствіях, але протокол, якщо не буде підписан, яким образом ця ситуація, на ваш взгляд, має бути урегулирована? Або підписанням протоколу і дотриманням протоколу відповідно до чинних міжнародних договорів, зокрема, не буду повторювати ці перебарства, і по договору про Азовському морі і Конвенцію надбанкового права, або ж інші заходи, визначені Міністерством закордонних справ, можливо, Міністерством міститися, але ці заходи вже виходять за межі компетенції Державного агентства рибного господарства, тут включаються інші відомства, я думаю, що ми оперативно опрацюємо це питання, але, зорожні, передбачити всі наслідки, в першу чергу, негативні, зараз дуже важко спрогнозувати, зокрема, я не можу коментувати саме в прямому телеэфірі. Спасибо большое. Заміститель глави Государственного агентства Рибного хозяйства України Андрій Кравченко Ми будемо следити за развитием теми в ефірі Радио Крим Реалі. Оставайтесь з нами. Редактор субтитров А.Семкин